Привет всем! Ну что, устроим тест-драйв Траксаса? Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дадим пару кружков по треку на 4С. 6С вообще бессмысленно ставить. Так как здесь заблокирован задний дифференциал, то вы видите, как автомобиль заносит в поворотах. Но в плане трекового автомобиля, естественно, он не подходит. Полный газ. Подвеска мягко отрабатывает все неровности. Прыгать на нем особо не рекомендуется, потому что летит он не очень, честно говоря. Его всегда клонит вперед. И как видите, есть склонность к переворотам, если вы слишком быстро войдете в поворот под большим углом. Оп! Зацепил. Объехал трамплин. И опять полный газ. Перед трамплином тормознем и плавненько перепрыгнем. Автомобиль, в отличие от Лося, работает тихо. Едет плавненько. Лось все-таки громыхал здесь как гром и ехал достаточно жестко. Ну, относительно данного Траксаса. Все-таки сравнивать эти два автомобиля, ну, честно говоря, спорно. Потому что Траксас все-таки проигрывает в размерах серьезно. Ох, как летит красиво! Слушайте, ему надо вот здесь гонять, а не по треку. Сразу отмечу минусом то, что охлаждение мотора здесь очень плохое. То есть мотор полностью закрыт. Вентилятор с этим, с радиатором вы туда не поставите и будете гонять только теплый воздух. Поэтому в этом минус автомобиля, что мотор не обдувается абсолютно ничем. Слышно, как колесики прям друг за другом. Спутники пойманы, ну что, давайте замерим на 4С. Полный газ. Ну, километров 50, я думаю, идет. Мимо нас еще. Так, о, 51, да, так и хотел сказать. 51, сейчас буду пробовать ставить 6 банок. Ой, взлетает, смотрите, почти. Ну что же, я думаю, километров 77. 76, смотрите-ка, да, почти близко. Ну ничего, то есть Алла-Сяра валит на 6 банках 90. И там немного масса другая, и рев другой. Что касается сумки, то траксовский шорткорс прям четко входит в сумку от Поли Моторса для траги восьмого масштаба. Прямо впритык. Вот, больше бы был, краска бы больше бы легла на Лексан изнутри. А тогда бы не вошел, да? Вот, но круто. Можно использовать такие сумки. Класс. Прыгать на нем сильно я не буду, он все-таки не для этого. Но показать, как летит, конечно же, нужно. Вот так летает он. Падает достаточно мягко, то есть все равно подвеска имеет свой ход, отрабатывает. Но потом флюхается, конечно, на брюхо. Видите, да? Отрабатывает все неровности четенько. Кузов сохраняет свое, скажем так, ровное состояние. Вот где его стихия. Где можно посмотреть все плюсы данного автомобиля. Ох, жестко. Давайте отдельно посмотрим, как мы входим в поворот. Вот так вот боком. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Знаете, не тот автомобиль, конечно, на котором очень хочется прыгать высоко. Именно для него нужны такие небольшие прыжки. А вот так вот башить, как на трагах, на нем не очень интересно. То ли жалко его, то ли фиг знает. С блокированным задним дифференциалом очень легко крутить пятаки. Просто на раз-два. Ну что, достаточно интересный автомобиль получился у Traxxas. И за счет таких ходов подвески у них получился реальный трофи-трак. Так, захотели сделать трофи-трак? Пожалуйста. Все есть. Не то, что лоси, да, друзья мои. Но лось выигрывает немного в другом. Что касается нижней части автомобиля, то, как я и говорил, плохо. Что? Нет охлаждения мотора. То есть, реально ему очень горячо. Да, погода стояла все равно теплая. Но на четырех банках греется, будь здоров. Поэтому нужно остывать. Батарейный отсек. Ну, в принципе, удобный. Ничего пока не подвел. Сколько раз его перетыкал. Даже от песка нигде не засорился. Все закрывалось четко и открывалось. Даже шесть банок туда кое-как влезло. Реально. Но, в общем-то, следите за размером аккумуляторов. Шесть банок у меня без хардбокса. То есть, ну, вздутый. Конечно, согласен. Ну, в общем-то, шесть банок, честно говоря, сюда не нужно. И так, даже чуть-чуть нажимаешь на газку. Чисто для езды по пересеченочке, да, для красивой. Именно для этого он и нужен. По треку ездить нет, башить нет. Ну, как-то сделать красивые кадры. Да, вот он здесь, траксы, супер. Делаем красивые кадры и все, и наслаждаемся. Ну, и так, чисто лайтово поездить на нем тоже весело. Шесть банок, я думаю, это перебор. Это чисто идет убивание тачки. Ну, а на ней неинтересно. Вот реально, на лосе реально было интересно гонять. Наваливать. На нем хочется нажать полный газ, потому что он орет, как этот еще. Здесь очень тихо, плавненько. Ну, так, знаете, как игрушечка какая-то. Раз, раз так прыгнул, приземлился. Для съемок. Вот для съемок видео, да, идет. Ну, так, честно говоря, купить как первую тачку нет. Нет, однозначно нет. Я думаю, это только надо быть фанатом трофи-траков, потому что за эти деньги можно рассмотреть вариант какой-то получше, если использовать модель трек-башинг-лайтовой покатушки. Да, здесь все-таки в этом плане все немного по-другому. Вот. Ну, и опять же, обслуживание его немного проблематично, потому что все здесь закручено на столько винтов. Жаль, что они не применили сюда инновационное крепление, как у X-Max, чтобы так чик-пык и снял. Вот это было бы просто супер, по сравнению с лосем даже. Но в таком исполнении следить за моделью достаточно проблематично. Да, в этом плане, конечно, плохо. Карданчик. Здесь металл, в отличие от лосян. Ну, на лосе он даже не разлетался от 6S. Все только покажет долгая эксплуатация, да. На первых эксплуатациях, там, пятые, седьмые аккумы ничего не показывает. Мне нравится этот передний бампер, который защищает корпус. Это реально классно придумали, который впереди выпирает. Ну, и в плане копийных деталей, конечно, здесь все намного лучше, чем у лося. Все-таки сделали они более реальный трофи-трак. Лось все-таки идет больше такая, просто бездорожная модель, чуть-чуть заделанная под трофи-трак. Вот так я бы сказал. В общем, друзья мои, вывод делать только вам, какую тачку покупать. А я свой выбор сделал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok